Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Почему? Если они откровенно ответят, что редко бывает в киберспорте именно такие интервью, то это хорошо, и, возможно, эта причина где-то лежит на поверхности, что они делали в этом перерыве. Но если не ответят, то нам остается только догадываться, посмотрим. Вообще, на самом деле, последний раз Фейзы выигрывали свой финал аж в ноябре 2018 года. Это был эпицентр. Ну, в общем, вот я так смотрю по результатам, так кажется, знаешь, не особо где и мелькали, но выиграли Белла Оризонта и Сэльван, выиграли Эпицентр, выиграли Intel Extreme Masters и Сидней. В общем, были результаты, но немножко в другом составе. Как бы состав не стал слабее, назовем это так. То есть Адрен, хотя мы с тобой, опять же, матчи видели всего лишь один, и то с Cloud9 фейзов, но по разговорам ребят, комментаторов, коллег, Адрен в форме и фейзы готовы к этому финалу. Ну, пока что мы видим, что ЗАУ уже вовсю готов к финалу. Бласт просили, друзья, вы же в чате пишите, за кого вы болеете, за кого топите, на кого, возможно, залили ставочку. Уже известны нам карты, которые будут сыграны, ну и, собственно говоря, давайте по ним и пробежимся. Фейз забанили нюк, Liquid вычеркнули трейн, Фейз взяли Mirage Liquid плюс Dust2, Фейз минус кэш, минус Inferno от Liquid, ну и Overpass в итоге рассудит абсолютно все. Так, ну вот, да, действительно, пикабан появился в последний момент, ну, интересно. На самом деле, вот, если смотреть на мапул, опять же, все карты у фейзов в этом активном мапуле присутствуют. Разнообразные результаты, ну, мы уже по ходу этого турнира говорили, что цифры цифрами, на них можно долго смотреть, да, и Астрали с непобедимой по цифрам казались абсолютно, но что-то происходит в этой команде, и что-то обратного рода в виде прогресса происходит в команде Фейз. То есть непонятным чудным образом вернулись Mibor, и теперь это команда, с которой будут считаться. Опять же, посмотрим, что будет на следующих турнирах. Ну и, ну, непонятно на самом деле, что вот по этому пикабану мы можем с тобой сказать. Да, достаточно мало чего. Просто беда в том, что, наверное, карты многие сходятся, которые хотели бы играть в рамках этого БЛО-3. То есть тот же оверпасс, он обязан был где-то появиться. Наверное, и Фейз, и Ликвид показывали, что они настроены на него. Даст тоже катают и те, и другие. Ну и вот Фейз выбрали Мираж. Финрейт не очень, 25%, но в принципе, наверное, там было мало из чего выбирать. Пока вы вычеркиваете карты, на которых сами не играете, то вот уже и все. Смотри, как бы все прекрасно понимают, то есть, когда едут на этот турнир, знают прекрасно о формате BO1. Там, кстати, Guardian во влоге у Na'Vi сказал, что очень ему не нравится. Все клево, отличный отель, место проведения Майами, да, солнце, пляж, океан, но формат его не устраивает. Ну вот как бы Guardian формат не устраивает, но по этому формату нелюбимому его команда выходит в финал. Так вот, как бы получился такой бласт, что играли-то только оверпасс, Inferno, Dust2 один раз и кэш мы с тобой еще видели. Миража не было, если я ничего не путаю, Трейна и подавно. То есть, в принципе, возможно, даже и не особо здесь ожидали Фойзы доплыть до BO3 финала. Поэтому, ну, ситуация с их картами и по цифрам сомнительная, да, и по готовности вообще к этим картам. Хотя, опять же, вот, не помню, по-моему, в интервью с Сашей Симплом какая-то мысль промелькнула, что команды готовятся, когда у них есть время действительно на буткемп, в этом ограниченном графике, ограниченном времени. То есть, готовятся не к следующему турниру, а готовятся к 3-4 турнирам следующим. И, возможно, знаешь, даже собирая чемодан, пока его улетают на 2-3 месяца из дома, и буткемп у них будет после 3-4 турниров. Поэтому посмотрим, какой был стратегический план у как раз-таки команды Фейс. Ну, в первую очередь, у Фейс, действительно, если говорить про Ликви, то там все понятно. Ребята не участвовали на Старсерии, у них был этот недельный перерыв, грубо говоря, между одним пластом и другим, но чуть-чуть побольше времени. Больше, больше. Да, в который, ну, можно было подготовиться, можно было разобрать новые тактики старых соперников, новую карту, в конце концов, и, конечно же, речь здесь про Вертига. Ну, и готовиться уже к абсолютно другому турниру, хоть и по теме же намет. Нитра, кстати, смотрел, успел загореть. Ну, да. Видно, что не только тренировался. Солнышко печет. А, возможно, знаешь, он просто загорел на пятых точках команды МАБР, когда раздиффузил 1-3 противника. Нитра, знаешь, не бомбу раздиффузил 1-3, он просто разминировал команду МИБР перед финалом, просто убрал ее этим минированием от финала. Потому что после этого, ну, машина под названием МИБР дала задний ход и, ну, чудесные вещи. Хотя камбэкали, конечно, они неплохо. И если бы, напомним, друзья, в заключительном матче групповой стадии они выиграли у Ликвид, то мы бы сейчас смотрели как раз-таки бразильцев против Ликвид. И, ну, достаточно интересный, кстати, по симпатиям получился бы финал, потому что я вот там упоминал, но у нас на канале Starlader 11, что Майами чем город интересен? Там более 70% населения считает своим родным языком испанский, несмотря на то, что город как бы в Америке находится и государственный язык, ну, английский. И мы слышали, кстати, на игре Ликвид против МИБР, что публика не знала, за кого болеть, топила из-за тех и за других. Ну и, наконец-то, друзья, поприветствуем начало гранд-финала Blast Pro Series в Майами. Тим Ликвид против Фейс Клан, карта Мираж, пистолетный раунд начинается прямо сейчас и погнали. Что могут придумать здесь для себя Фейзе? Они играют за атаку, у них есть оффмейстер на раскидке, ну и, с другой стороны, у Ликвид есть нитро с китами и двумя флешками. Медва Дикоя в расчет за сильную раскидку не берем, но расстановка у атаки интересная. Так, ну, занятие Медла через подвал, новомодное действие вдвоем, без гранат, просто на чек-контроль. Из окна все это дело будет смотреться Стюи, но больше, наверное, даже здесь слушаться, и как раз-таки по этому слуху выпадает хэдшот с первой ставят и меняет позицию. Сам Стюи тоже получил по голове, но глаки не летали на такой дистанции, Стюи только и просто отходит и передает инициативу своим тиммейтам. Его продавить до конца не получилось, и Рейн вместе с тиммейтом заняли. Его видели много игроков, но сделать с ними ничего так и не получилось. Рейн все хочет вычислить Стюи Туке, но сделать это у него не получается, и все еще жив. Такая достаточно откровенная, как для сложного состояния здоровья Стюи Туке оппозиция, в принципе, мог бы получить шальную и уже оставить свою команду в меньшинстве. Но по-прежнему фейзы не форсируют события, по-прежнему понимают, что здесь через пару секунд, как только начнут они заходить на точку, может случиться неприятное событие. Яму никто не пушит спину и просто дожидаются активного действия от Лика. Рейн пытается все еще напрягать на себе Стюи, но с другой стороны уже погибает его тиммейт Ника, у которого отлично летит на турнире, все же не выдерживает перестрелку против Нитра. Так, Рейн, ну вот все тут же, как бы никуда не уходил с окна. Ждут снятия с повестки дня Стюи Туке, во-первых, и во-вторых, второго ему хелпующие, но Стюи просто на морозе стоит за стенкой. Наконец-то ФСКон понимает, как все-таки продвинуться на точку А, да и поставить бомбу, не будучи убитыми, и придется ее оборонять в меньшинстве. Конечно, ретейк выглядит очень рабочим для Team Liquid, лошадки уже накидывают флешку, три КТ, и только один будет открываться с окна. Это все тот же Стюи, который вообще ждет агрессии. Так, мы поступательно продвигаются на этот ретейк, по голове уже получают твист. Рейн свою позицию отрабатывает, уловмейстер выпадает из дефолта, ну и разложили, ни одного фрага, кстати, на ретейке так и не сделали. Господа из Team Liquid. Рейн, трипл килл, действительно четко выстроенный перекрестный огонь, не смогли толком отыграть без вторых позиций. Стюи должен был быть последним в этом моменте, а, наверное, вот какой-то адекватной хелпы со стороны коннектора, или же джангла ребятам и не хватило. Вот он повтор. Говард Нейгард очень и очень уверен в своей стрельбе сегодня. Как мы с вами можем это видеть на пару с Адреном, эти ребята спокойно обеспечили пистолетный раунд в копилку Фейсклан. Причем, знаешь, вот в разыгровке этого ретейка от Liquid казалось, что ключевой занозой ретейка станет как раз-таки на дефолте, точнее, за ним оловмейстер. У него была позиция на манс, Рейн был в такой ситуации, когда ему приходилось сразу на несколько крутиться выходящих соперников, но как раз все зависело от него. Но стрельба воодушевляющая. Ну, мы видим, что на линейке Фейс все очень весело. Янг там что-то с Олофом общаются спокойно. Ну и с другой стороны лагерь Liquid. Какой-то хмурый немного получается. Ну, очевидно, технические неполадки внезапные возникли. Хотя вот Янг тут спрашивает, что ты со мной говоришь? Дружище, тебе... А, ну ясно. Вылетел Steam. И, очевидно, судя по тому, что волшебный кейсик, это Сопов дал кейс, как думаешь, с телефончиками уже несется оловмейстеру. Так, ну, два Дрена в финале. Да. Один на ваших экранах. Один на игровой роли, другой на тренерской. Хотя, опять же, время, проведенное Дреном в Counter-Strike, причем в том числе и в Cloud9, насколько я помню, тоже он играл когда-то весьма и весьма продолжительное. И опыт его невероятный. Многие, ну, говорили о том, что это будет очень хороший тренер за счет как раз-таки его опытности. Ну, тот самый случай, я так понимаю, когда игроки себе тренера выбрали, посовещавшись с руководством. Ну, и человек, который достаточно давно уже в Liquid, таким корифеем этой организации в дисциплине Counter-Strike Global Offensive является Elish. Видел многое. Он под знаменами Liquid, видел эру Хика и Симпла в своей команде. В далеком 2016 году. Ну, серьезно, конечно, все это дело изменилось у Liquid. Ну, момент с Симплом как раз тогда, когда два характера не сошлись. И как раз-таки Elish выступал в качестве второй стороны этого конфликта, насколько я помню, как обстояли дела. Ну, и костяк, конечно, образовался абсолютно другой по итогу. В принципе, команда показывает себя с положительной стороны. Вроде бы все хорошо. Шоу американцев, но вот какого-то громкого такого титула, знаешь, полноценного. Так, чтобы в финале обкатать Астралис, это у них все еще не получается сделать. Ну, здесь, знаешь, и Астралис нет. Просто бывают такие интервью перед турнирами, я не помню, по-моему, даже как раз-таки перед Эпицентром, что ли, что-то подобное от Na'Vi было, когда вот играли на Na'Vi в фейс-финале, что, типа, когда нет Астралис, турнир выиграть можно. Но, как случается, значит, ты надеешься, что самого грозного соперника с твоей повестки на турнире снимает кто-то другой, и ты проигрываешь этому кому-то другому. Поправочка камер. Там, когда была пистолетка, можно было отметить то, что Рейн телепатически еще двигал свою вебку. Я не знаю, ты обратил на это внимание или нет. Ну, главное, чтобы не стулом, знаешь, выигрывал пистолетку, как у нас бывало тут. Ну, нет, тут все в порядке. Киберспортивный стул топ-1 ХЛТВ. Выигрывает пистолет. Так, ну и Ов уже, по ходу дела, готов играть. В общем-то, как и все его тиммейты, там уже полетели. Вопросы в чате, готовы ли. И, судя по всему, да, друзья, нас возвращают непосредственно на карту Мираж. Давно ее не видели. Ну и хочется посмотреть в этот раз подольше, чем только лишь один раунд. Ну, посмотрим. Решили ликвиды закупаться. ЦЗшки диглы. Есть небольшое количество гранат. Ну, в принципе, набор джентльмена присутствует для того, чтобы организовать проблемки для своих соперников. Нам пока что напоминают коэффициенты от нашего партнера. Кмекерские конторы GGB. И это на победителя на первой карте. Причем цифры максимально идентичные. Вот даже непонятно, какой логический вывод из этого можно сделать. Карту, напомню, выбирали как раз таки... Фейс Клан. Фейс Клан. Ну, ничего себе. Знаешь, из равных цифр, это вот как атака и защита равные составы, но преимущество атаки. Так и здесь. Коэффициенты равные, значит, получается преимущество ликвид, раз они карту выбирали. Пока что, погоди, заметил ли Гвардиан этот ЦЗшку? Он увидел ногу, это главное. Стюи отошел, ну и уже, да, отошел в мир иной, как говорится. Пист также не смог раскрутить свой дигл. Стартовый дмэш дилинг был очень высокий на фейс. Но вот добить раненого зверя пока что не получается. В момент постановки бомбы пытаются пропушить как раз таки тикетбокс. Игроки защиты получают сделать еще с шикарным плюсом девайса, потому что Гвардиан сам раскидывал КТ и пытался его законтролировать со своей стороны. Бомба по-прежнему не поставлена и потихонечку звено ретейка в эту точку окружает. Только вот бомба-то стоит, все в порядке. И здесь пройти это было бы возможно, но для начала нужно было забрать хотя бы Олафа Кайбера с первой попытки, а не погибать от него следом от Адрена. И уже отдаваться в этом раунде. Это был форс от Ликвид, который так и не заехал. Ну окей, деньги потраченные не оправдали себя целиком и полностью. Я просто не понял, когда бомба ставилась в момент как раз таки... Когда Гвардиан пошел. Да, я понял. Когда Владислав выходил аркадить, параллельным курсом его тиммейт ставил бомбу. И вот в последний момент успел уйти еще из-под удара Ликвид. Ну что? Попытка была вроде бы и неплохой. Эту Ашадок начали они здорово, много урона внесли, но законтролить не получилось. Если бы не торчала нога, называется, то все могло сложиться по-другому. Абсолютно. И первый фраг на коврах, возможно, бы привнес некие другие краски в этот раунд. Попытка сделать... А тут и еще один. Нет, не получается и у Нафа сделать такую полезную работу для своей команды. Его забирает Рейн. Ну, НТ, ребятки. Два Зевса в финале. Это, конечно, приятно увидеть. Но ни первый, ни второй так реализованы не были. Далековато оказались игроки. Ну да, торопливые действия с той, с другой стороны. Точнее, от одного и от другого Зевса. Сложный, сложный в обращении девайс, конечно. Возможно, стоило бы вернуть какую-то сумму денег за убийство именно с него. Но в какой-то момент игроки стали прям перебарщивать. Знаешь, интересно. Ведь мы могли видеть двух Зевсов в финале действительно на других. Так-то, если бы у нас с нами мы BR играли. Но Liquid решили напомнить нам о них благородного. В предыдущем раунде видеть четыре Зевса. Да, было бы красиво. Но пока что просто красивый сейв. Пистолет, который до конца у Elijah сделать не получается. А вот Твист безнаказанно останется со своим P250. Ну, пока начало под диктовку. Целиком и полностью сосредоточенных фейскланг. Все четенько и по нотам разыгрывается. Никаких даже минимальных шансов на форс-раундах своим соперникам они не дали. От Зевсов увернулись. И теперь начинается самое интересное. Стадия оружейной закупочки. У Стюит Укея появляется снайперская винтовка. Вообще такой практически фулл-скоп-бай. Одна только 30-патронная ямочка у Твиста. Ну, любопытное решение. Посмотрим, как это будет работать. У Гвардиана тоже уже есть АВП на руках. Вот только оффмейстер остается играть с фармилкой на этот раунд. Мак-10 для шведского легионера. Ну, пока что еще в любом случае контакта мы не увидели. Хотя быстрый выход через яму явно намекает на то, что скоро начнется экшен. Ник проходит, проверяет упорные позиции. На лавку никто не вышел. Ника ждет стерц. Ну, знает, что в этот зазор обычно хотя бы кто-то пытается прострелить постановку бомбы как раз-таки на внешнюю фаербокса. Здесь не закидывают смачок на КТ и, в принципе, размениваются. Можно сказать, что в собственную пользу. Фейсклан бомба ставится, и лишний палец дожидается люркера в спине. Дожидается тиммейтов, которые уже торопятся по КТ к тикетбоксу. Три в поинте. При этом увидели, куда отходил Гварден, на повторный выпад 10-ю не отпустил, но с Адреном справиться так и не получилось. Нитровых. Также Адрен жестко ставит минус 3 в окончании этого раунда и вытаскивает этот ретейк для своей команды. Точнее, просто предотвратил ретейк. Ликвидов Олаф доволен. Даурмашина, что здесь сказать? Действительно, дамы и господа, вот так вот можно брать раунды. Моментальная аннигиляция одного, второго, а следом и третьего игрока. Это квадрокью по итогу для Адрена. Изи. Изи разрулил. Так, ну что, ликвиды. Ого. Где-то на один авик купили фейс больше, чем было необходимо. Видели коэффициенты от нашего партнера GGBet. И, понятное дело, все-таки больше верят именно в ликвид. Но интересно, что коэффициент на самом деле достаточно ровный, как для такой игры. Посмотрим, как оно будет. Ну, пока, знаешь, я вот, наверное, скажу такую мысль, что и букмекеры не особо ожидали увидеть фейс-клан. Поэтому сложно. Идет там пересмотр статистики, всего остального. То есть сугубо от цифр в математике нужно отталкиваться. И непонятно вообще, что за зверь фейс-клан. Давненько их не было в финалах. То есть все привыкли видеть определенный пул команд в них. Поэтому сложно представить, как вообще фейс себя будут показывать. Тем более, что до этого группа-то идет BO1. И это всегда 50 на 50. Но фейсы уже показывают, что дебют за ними. На их выборе, несмотря на то, что это атака, им максимально комфортно. Ну, дела. Дальше непонятно еще, как будут обстоять. Ника планирует взорваться в окно. Элайш к этому явно не был готов. Ждал все это время игру какую-то с лифтов минимальную. Ничего не произошло. Причем Ника натопал-то на шарте, и Лидж делал все правильно. Но даже не обратил внимания. Просто проигнорировал звук топота по забору и прыжка на себя. Здесь пропушит виста. Ждали этого момента. Добились преимущества в двух выживших уже фейсы. Но опять же, ловушки расставленные не работают. Ну, выбивать с пистолетами и без арморов особо ликвид здесь, скорее всего, не намерены. Вот повыбивать девайсы на отход. Это, пожалуйста, это мы всегда рады. Говорит нам Нав. Уже находит один хедшот, но дальше в упоре никого. И соперников он уже не обнаружит. Любопытно, что и Нитра здесь есть по соседству. Он уже занял Пелос и будет пытаться напрягать дворца. Действительно, ликвиды расставились. Чисто на отбор девайсов ухода на сейв. В принципе, не добившись абсолютно ничего на точке. Единственный безопасный вариант идти на центр, судя по всему. Ника передропал девайс и до сих пор еще поглядывает. А где там Нитра? А вот и Нитра. Слышали, слышали историю о Нитра и Нитзе Дефузе. Похоже, что господа из Фейс Клан. Поэтому до конца проконтролили эту бомбу. Девайсы не отдают. Ну и на флайт там что-то бежит. До Калаша успеет. Он не знает, где Калаш находится конкретно, судя по всему. Ну и забрать его тоже не удается. Закупка от Ликвид. Снова АВП. Два Ауга и два Кольта. Вот такой вот себе бай придумали лошадки. Тем временем Фейс уже заработали серию из целых пяти раундов. Да, и логотип должен быть в огне, по идее. Так и есть. Все хорошо, все четко. Пять раундов подряд, Фейсы в огне. Но, кстати, знаешь, вот что мне напоминает? Игру с Cloud9 Ликвид. То есть точно такое же безапелляционное начало. Наверное, правда, там не было господина Адрена с девятью киломена ноль смертей пока что. Но тут Даур решил разбушеваться, как ураган. Показывает, что вообще-то, возможно, стоит зарезервировать место Фейса. Дальнейший срок именно для него. Не торопитесь с выводами. Ну, похоже. Попытка зайти и удивить соперника быстро. Нормально удивили. Лофмейстер Адрен сжигает. Хорош. Девять на ноль было. Стало восемь на ноль. Ну, обсудили. Вот все. Собственно говоря, сам Адрен погибает. У Рейна классная позиция, но может пропустить. Гвардиан проконтролил. Все вроде как неплохо складывается. Тем более, что позиции пока что для ретейка односторонние. Нужно ждать Элайджа. Дверь смотрится. Окно смотрится. Позиция на 90-е у Рейна шикарная. Единственное, что нужно еще забрать под свой контроль, это как раз спину и ковры. Куда уже крадется потихонечку Эллидж. Отстрел окна от Гардиана. Рейн все это время не палился. Так что шансов Твиста не слишком много. Как бы отыграть этот момент. Он пытается забрать Девайс. А здесь Рейн уже в упоре. Просто выходит у Эллиса. Сьюспа Твист. Все равно забрал норвежца. И унесет этот Тавик с собой. Ну нет, китов. Возможно, кстати, вот эти два минуса бы. И можно было попытаться зацепиться за ретейк. Но с отсутствием щипчиков просто добить оставшихся и уходящих. Гардиан. Ого. Тоже погибает от Элайджа. Вроде бы раунд выиграли Фейс. И можно порадоваться. Но отдали два ВП. И сами все будут перезакупаться. У Фейс много денег. Они не так сильно погибали. Но в любом случае. Вот так вот пятером отдаваться на выигранном раунде. И явно они не планировали. Что по деньгам? Ну, на еще один раунд сверху хватит. А вот дальше уже придется что-то изобретать. Не, нормально все. Нормально у Фейс-кланга. В этом плане, конечно, неприятная ситуация, что два ВП сразу уходят. И, в общем, даже, знаешь, непредвидевшийся сетап. Две снайперские винтовки теперь добровольно-принудительно получают на руки Фейс-кланга. Но есть четкий план. Смоки на базу А, молотовы на лавочку, флешки и полный... Точнее, отсутствие полного визуального контроля ОВП. И просто такой стандартный довольно-таки раунд. Единственное, что здесь тайминги будут выбираться. Скорее всего, контр-смачок интересный от Элиджа. Молотовым зажигается уже дефолт. Элидж выдвигается на прочесывание территории поближе к своему тиммейту. Это твист с Гитрайта. Но с Т-30 справиться не удается. Снайперская винтовка Гвардиана работает без промаха. И, походу, это мясо в пленте с гигантским количеством смаков. В котором пока что дела лучше отстоят в Фейзол. До сих пор пытаются прорваться Ликвид на этот молниеносный ретейк. Еще не поставленная бомба. Но ни у кого сделать это так и не получилось. Сначала один игрок на позиции Гитрайта. Потом второй. Следом и третий в том же направлении шоу. И теперь только Нитра. Возможно, демки Мувики. Попытка на ускоку заканчивается ничем. Но со второй, с третьей, с четвертой попытки, уже не знаю, с какой, все-таки быстро на Гвардиана он навелся. Бомба пищит как бы все это время. Нитра просто борется опять-таки за свое АВП, а не за раунд. И в этот раз в Фейзе решили, да ради бога, сейви. Мы в прошлый раз попробовали. Нам не понравилось выбивать девайсы. Пожалуй, лучше останемся при своих калашах. Да вообще история с выбиванием девайсов против Нитра такой себе. Козырь. Видели Ниндз Дефуз против МАБР, наверное, или по крайней мере точно слышали. Вообще интересное решение от Фейзов. Не то, что решение, а вот единственное правильное решение. Они знали, что там две снайперские винтовки. Никакого контроля меда, никакого разыгрывания в долгую через контроль меда. Там подходы через андерпасс. Просто смоки раскидали первым таймингом, как только на яме рассеялся, массированная закидка и заход. Да, причем... Причем Энтрел вообще Гардиан. Сетрица с ВП. Там моментальная замена. Вроде бы убирают одного игрока и Ликвид, а там сразу открывается еще и второй. Но это очень жесткая, почти так же жесткая коэффициент от GGB на вторую пистолетку. 1.8 против 1.93, где фаворитом выделяют все-таки Ликвид. Ну, все равно 50 на 50, как это всегда. То есть здесь уже не особо важно, кто карту выбирал, кто за какую сторону будет играть. Примерно с разрывом в сотые, в десятые всегда эти ставочки одинаковые. Пятюню, по-моему. Так, кулачок. А то этот кулачок в тебя полетит. Все. Организационная работа проводится. Ник втыки по правую сторону от себя производится. Поэтому не до кулачка особо было. Ну, в принципе, есть что обсудить. То есть, казалось бы, да, мы видим 7-0, но в одном раунде не выжил никто, в другом только двое уцелело. И вот это все как бы намекает. Ликвид вот-вот могут сорваться с цепи и начать забирать свои раунды. И это уже было в предыдущем матче с участием лошадок. Они это уже показывали, что их счет 0-7 не смущает. Летели 0-7, выиграли половину 8-7 по итогу и забрали игру. Поэтому здесь, конечно, должны четко фейсклан относиться, несмотря на табло, несмотря на счет каждому следующему раунду. Ну, и опять же, мы видим бедственное положение Ликвид с закупкой. Есть дифускиты. В принципе, все, что позволит, возможно, выиграть этот раунд. Но лучше бы его начать с двух энтри сразу. Ну, пока что очень круто на динамике действует. То есть, району позволили быстро занять коннектор. Другой игрок уже уходит под шорт и привлекает к себе внимание. Это был, кстати говоря, Ника, который дал энтри-фраг в раунде. Ну, и все это время контролился возможный выход с тикет-бокса. Ну, очень четко. АВП уже погибло. Аркада законтролена. В этом раунде действительно фейс не дают кислороду лошадкам. Ну, хотя с точки угадали Ликвид. Трое было изначально на базе А. Вроде бы попытка сыграть закрытую. В какой-то момент перестроилась на байт одного из американцев. Но Фейзе оттягивает тайминг. Фейзе играет аккуратно, четко. Причем абсолютно не тратят здесь никакие смоки, да, флешки. То есть, нет какого-то координированного захода до конца ошифрованного. А чисто по ситуации пытаются вычислять каждую следующую позицию. Единственное, кого пока что не раскрыли, это снайперскую винтовку. Ну, один выстрел был, судя. Потому что у Стьюи все-таки 9. Изначально не у Стьюи, просто был авик. Так что, возможно, даже не он стрелял с авика. Оп, Стьюи. А вот теперь уже показывают вовсю. У кого тут АВП, кто хочет с него убивать. А гранат, чтобы закрыть, кстати говоря, нет. Придется вот от стрельбы открываться. Ну, тут жестко. Есть Рейн, есть Рейн 2 от создателя Рейн 1. И одного в голову, второго прострела. Жестко. Трипалкил от Говарда Нейгарда в таком-то раунде. Все равно это однозначно приятно. Булнастри, атаки его закинули в коннектор на первых парах. И вот эта динамика пока что хорошо себя зарекомендовала в исполнении Фейс. У них снова неплохие деньги. И вернуться где-то в состояние на плаву, так сказать, они смогли. Ну, немного обескураживающее начало, на самом деле, для Team Liquid. Стадия уже серьезная пройдена. То есть, в принципе, попытки выиграть разные раунды были у Liquid. Разнообразные девайсы были. Две снайперские винтовки, точно такой же, как сейчас был уже. И тогда с ним справились в Фейс-клан. Сейчас четкого понимания этого момента не было. Тем не менее, первая АВП отдается. Коннектор. По той же страте отрезают смоук. Коннектор, причем со внешней стороны. И под флешку запускают туда Рейна, который не только первого заберет, да еще и второго уничтожит. Вот такой вот Говард серьезный товарищ. Адрен решил потестить навыки йога. Вышел по Молотову, проверил КТ. Но там вот как раз третить уже не получилось. То. Ну, из кухни. Нитра все минусует. Ожидаемый изначально джангл. Бомба выпадает от Нафлай. Так вот уже любопытно. Наф как бы все еще жив. Знает, знает, там подгорал Адрен. Да, да. И Адрен даже стрелять успевал. Ой-ой-ой. Наф. Сколько-то проблем создавал для своих соперников Нитра. Еще и квикскопом забирает одного оппонента. И вот здесь постепенно уже дело идет, похоже, к первому выигранному раунду для Ликвенда. Или Адрен разрулит. Нет, все-таки такой спрей фликом перевести на гигантское расстояние ему не дают. Синхронный выпад на него заканчивается тем, что наконец-таки жидкие лошадки первый раунд в защите на выборе соперников берут. Да и непростой раунд они только что взяли. Были на секундочку. Три в пять в один момент. И все равно Нав четко отыграл где-то Гвардия, недоконтролил. И получилось из этого сделать полноценный раунд. Браво, Ликвид. Молодцы. Но здесь вот важно взять темп, важно не отпускать нить игры, как только они ее лишь заполучили. Так, ну и выход через мидл. Прогресс моментальный. Со стороны, кстати, окна Физы уже отождав этот момент выходят втроем. Интересно, вот вернутся настолько жестко Ликвиды, как это сделали с Мибор. То есть неважно какой счет изначально, да, посмотрите на счет по окончанию половины. Там они совершили чудо и все-таки даже половину выиграли. То есть здесь уже Физы им этого сделать не позволят точно, но набрали темп, соглашусь с тобой, просто нечеловеческий. Ну, Фейз сыграли самими MIBR 15-15. То есть делать какие-то выводы трудно о том, какой соперник проще, какой сложнее. Может произойти все, что угодно. Олов, хорошие прострелы. Ну вот где-то здесь, наверное, переагрессировал. Он все-таки был один, а вот соперников целых два. И получилось справиться с Олфом Кайбером. Да и не только с ним. Кстати, смотри, видишь, ликвиды все правильно разрулили. То есть они проиграли серию раундов, когда давали Фейзам от начала и до конца показать свой структурный раунд. То есть развернуть атаку до момента, по идее, да, от начала и до конца. Здесь они просто двойной пуш давления. С одной стороны на базе B на ковре, с другой стороны на яму на точке A. И все, у Фейзов остается единственный господин Рейн. Пол хп, даже меньше, 26 четверть. Бомба на руках, времени вагон, но что с этим совсем делать? Сам Рейн, наверное, тоже не подозревает до конца, какой выход в этом раунде будет правильный. Просто вот смотри, по элементам этот раунд. Укрепление под базой B сработало, минус Олов. Прогрен изначально, выход 3 миддл у Фейзов. Ну, как бы так, как хотели и задумывали, его не получился. То есть все по нотам пошло, улик это. Ну, отстрел ставящего бомбу. Ну, очевидно, такой раунд не должен был заканчиваться успехом для Фейз. На первых порах они потеряли слишком много игроков. И вот тут уже до конца реабилитироваться Рейну не позволили. 8-2, а тут постепенные деньги подходят к концу. И уже придется, ну, придумывать нечто более гибкое, наверное, в такой ситуации. Ну, игра на авторитет возымела некое действие. Хотя, знаешь, это вот, ну, не специально, наверное, произошло. То есть они просто играли дефолт в защите. И он не получался. И нужно было что-то менять. Теперь же что-то нужно менять. И это прекрасно понимает Янка. Своими подопечными разговоры, естественно, с Ника. Ника, ну, переварит, скажем так, информацию. Интересно, какой раунд мы сейчас увидим. Но 100% активных действий, конечно, Фейзи уже в дебюте ожидать будут. Хотя, наверное, ну, тоже в паузе не на один раунд сейчас разговор шел. А именно на какую-то серию. Потому что пока Фейзи с пистолетом. Ну, пока что вариантов особо не оставалось. Фейзи хотят играть строгий, четкий девайс на раунд, в котором у них будет абсолютно все. А не какие-то лишь намеки на полноценную разыгровку. Так что гранаты, быстрый Б, аркада с ЦЗшками. Когда это кому-то вредило? В атаке? Да, наверное, никогда. Хорошая попытка, вполне себе часто себя оправдывает. Стюй понимает, что готовится и не хочет отдавать АВП в руки сопернику. Из-за чего уходит на более дальнюю позицию. Позволяет поставить бомбу, ну и на пропрыге дает еще минус. Правильно все делает. Единственное, что здесь, конечно, от бомбы увернуться не удалось. И крепкий девайс на раунд ожидает Ликвидов со стороны их соперников в следующем раунде. Классическая позиция под 90. Ну, Элитж подозревает на самом деле. Так, ну Рейн двигается и, возможно, все-таки рано или поздно его заметят. Рейн, как раз-таки он становится ключевым игроком на ЦЗшке. Дает минус 2, просочился на Китчен и будет продолжать тусить здесь. Стюй показал его позицию, Гвардиан дал минус, Андрейн дал еще один фраг. И Фейс берут раунд на пистолетах. Когда такое вредило атаке? Да никогда. Ну и АВП. Рейн подбирает. Маркетти, ну, раунд на пистолетах, не знаю уж, обсуждали конкретно его. Потому что, ну, особо сложной идеи в нем не было. Про пуш потушили Молик на коврах, пробегая, который отбрасывал опорник базы Б. Ну, здесь просто хороводоводство. Классическое от Фейс Клан. Тем более, что, опять же, мы заметили момент, там, по-моему, две снайперские винтовки в сетапе было. То есть такой раунд уже Ликвиды проигрывали, когда со смоками заходили Фейзы, понимая этот момент на базу Б. Здесь, возможно, в таймауте тоже Янка подсказал, там два авика. Давайте сделаем быстро на базу Б. Ну, Стюи понимал, что готовится. Он четко отошел, как только увидел гранаты в свой адрес. Фраг сделал. Да, сделал фраг, не отдал АВП, казалось бы, максимум. Но потом уже на стадии выбивания пришел неприятный сюрприз. Примерно такой же неприятный, как вот такой минус через дым от Рейна. По наводочке, по информации уже уничтожил одного из игроков Фейс Клан. Ну, как раз Нитро и без АВП здесь может. Ну, неприятные, неприятные уколы по самолюбию для Ликвидов. Все пока что переходит, опять же, под контроль. Фейс Клан, все у них начинает получаться. То есть единственное мельчайшее изменение, понимание того, что у Ликвидов будет в следующем раунде, и все даже в форсе получается. Ну, пока действительно неплохо. Но вот в этом раунде проблемы пришли, откуда их не ждали. Просто через дым потеряли одного из игроков, и придется прорываться дальше. Что могло здесь предпринять Фейс Клан? Ну, готовится достаточно стандартный выход под раскидку, судя по тому, что мы видим на миникарте. Приемка тоже вполне себе классическая. Вопрос, наверное, зачекают ли Эвайджи на сэндвиче. Тут еще и тайминг оттягиваются с зажигательной гранатой. Ну, сложно, сложно. Сейчас будет заход 20 секунд на все это дело. Причем с невскрытой позиции Элиджи. Если там Молик, и будут ли вообще сюда забрасывать, Элиджи может заруинить. Тем более, что байт от Виста, причем с фрагом на Элиджи никто не смотрит. Распреи под двоим. Шикарно. Ковры и заход на него контактный также уничтожен. Ладислав остается последним против пятерых. Неудел, и раунд 100% уходит лошадкам. Вот как-то так. Один раунд вы выигрываете только лишь с пистолетами и гранатами на руках. В другом, не делая ни единого минуса, приходится сейвить авик. Любопытный раунд. Ну, вот где-то гранат не хватило. То есть накидали вроде бы много, но Молотов на сэндвич действительно не прилетел. И мы видели о том, что он присутствовал у команды Фейс, но они его не потратили. Ну, инфы не было. То есть вот забрасывать Абум, имея только один молик, по-моему, я успел заметить в распоряжении. По-моему, было два, если честно. У Оф Мейстер никуда его не прокинул. Под коврами был, по-моему, уже горел. Ну, окей. Ну, так или иначе. Ключевая позиция не была изолирована, как мы с вами увидели. Ну, посмотрим. Пока счет 9-3. Так, ну и Фейзы. Есть UMP-шка у Адрена, Галил. Экономика потихонечку подходит к концу. Конечно, Гардиан со снайперской винтовкой, но сложно будет здесь оттолкнуться от именно его удачного действия. Вдвоем укрепляют коннектор игроки Team Liquid. Сначала под вражеский смачок, теперь и под собственный. Так, Рейна подсаживают. Твист пытается контролить возможный выход. Кстати, инфы нет по Рейну. И никто его принимать здесь не должен был до Нафа. Вот Наф только сейчас появился. И Наф не готов был к этому. Какая ошибка? Нафуа могут не отпустить. Но у того слишком хорошая им, чтобы его не отпускать. Твист. И еще и параллельным курсом на центре уничтожает Овмейстера. И вот он 3-4. Просто лаки. Выпутались из этой сложнейшей ситуации Liquid. Выползли на большинство. И сейчас, если на самом деле на Гардиана не лезть, просто потратить арсенал по гранатам. Что, собственно, кстати, и делают. Хаешка залетела на Ниндзя. Молик в дефолт. Гардиан не может особо здесь похвастаться мобильностью. Исходя из девайса, исходя из того, что, в принципе, ожидают от позиции как раз от него. Гардиан должен напрягать КТ. Там никого нет, но об этом Владислав не в курсе. Конечно же, Адрен сейвит своего тиммейта. Гардиан остался еле жив, но ненадолго. Твист его все-таки дорабатывает. 2 в 3. Остается Ника все еще прятаться в плейнте. Адрен будет играть строна. Все выбивают с коннектора. Это интересно. Там и смачок. И так аккуратненько по стеночке, по лавочкам. Сейчас будут заходить вдвоем за фаербокс. Один внешний, один внутренний отыгрывать. Ника палит свою позицию сам, делая фраг. При этом Юмпишка Адрена работает. И тем не менее... Все неплохо. Только лишь с потерей по хп, но этот дуэт из Адрена и Ника заканчивает раунд в плюс для команды Фейз Клан. Казалось, не самый уверенный спрей-контроль с Юмпа, мало урона, но его оказалось... Вот как раз достаточно, чтобы забрать висса. Вот круто. Без вопросов. Фейз в меньшинстве смогли выиграть и такой раунд. 10 за атаку. И на этом Фейзы не намерены останавливаться. Жесткая заявочка на победу на собственном выборе. Пока что мираж абсолютно не получается у Team Liquid. Пытаются они вот минимальными мувами агрессии как-то выровнять здесь моментик. Но по счету уже серьезно отпустили соперника. Непонятно, конечно, что там будет во второй половине. Да, видели мы такие уже прострелы. И от Нитра через Маки Сауга на базе B все это приводило к победе в раунде. Ну, знаешь, похоже, вот игра Liquid. Не получается стандартный дефолтный раунд. Будем загонять на флажки. Минимально. Контр-атакуют по какой-то позиции, оттягиваются. И вынуждают Фейзов заходить туда, где в прочтении играется в укреплении команда Team Liquid. Ну, причем здорово. То есть Фейз заняли дальние позиции. Они ждали возможной агрессии в центре карты. Но вот от таких прострелов дымы, конечно, не застрахованы временами. Теперь степом осторожно. Вообще не тратя раскидку. Просто через Гвардиана попытаться выйти. Вычислить кого-то из соперников. Два коннектора в следующем раунде насторожила, конечно, Фейзов. Пускают Гвардиана на чек именно этой позиции. Но, заметьте, вот Элитш, он постоянно меняет свою прописку. То он на сэндвиче, то он в лифтах, то он на коннекторе. Рейн первый пойдет. Без флешки. Без флешки нельзя, говорит Элитш. Изи выбивает бомбу. Плюс инфа для его команды. Включается в эту агрессию на флай. И первого забирает полубоком второго в спину. Ну и при потере только одного игрока Liquid этот раунд закрывает. 4-10. Вот как-то от раундов Team Liquid, конечно, веет уверенностью, когда они их выигрывают в последнее время. Все четко, практически без потерь. Но не слишком ли поздно? Вот он повтор. Четко нашил. И да, здесь, конечно... Ну, даже нельзя назвать, что это был широкий плюс короткий стрейф. Просто один и чуть-чуть от него правее был другой игрок. Понятно, на самом деле. Ну, гранаты были. Я смотрел на этот момент. Был и молик закинуть. Была и флешка. Там Гардиан мог подсаппортить. Конечно, у него была роль на контроле коннектора. Но окей, смотрим, что здесь. Быстрый пропушь базы B. Попытка внедриться в оборонительные редуты. И за счет молика, и за счет пистолета Ника удается. И даже можно будет, наверное, поставить бомбу. Потому что отрезающий, станищий молик уже есть на кухне. Классическая позиция для Ника теперь на 90. Ну, там Рейн до этого часто тусил. Раунд победы, честно говоря, такое выигрывали неоднократно. Но пока что еще рано радоваться. Три в три. Шорт и Лайдж проходят постепенно. Позиции, в принципе, ну, примерно известны. Но только лишь примерно. Ника. Но вот здесь уже сам подставился. И дальше все вышло из рук. Вон плохо. Адрен тоже с ЦЗШК не сможет доработать до конца. Счет 10-5. Не самая уверенная половина от Ликвид. Но где-то минимум свой заработать они все же смогли. Ну, 50% возможного взяли. С проблемами, конечно, на вражеском выборе. Когда раунды проводили в инициативе на энтре, в контрагрессии. В принципе, меняли минимальные расклады с пониманием того, что Фойзы уже подстроились под их защиту. Тогда, в принципе, получалось. Посмотрим, хватит ли этого. На самом деле, здесь, я думаю, давно уже никто не разговаривает о сильной и слабой стороне на Мираже. Просто вопрос в том, играете ли вы хорошо на атаке или на защите, или нет. Не том, что удобно или неудобно. Такие раунды с пистолетами берутся дважды Фойзами. Ну, жесть. Ну, вот видишь, здесь, кстати, интересно. Рейн раньше, когда играл за этой позицией 90, вот он четко не открывался под Эдварда постоянно. Он всегда стоял закрыт. Там есть два фатальных шага вперед. Если ты их делаешь... Кстати, Элидж тоже на выбивание однажды шел и долго выцеливал Рейна, но Рейн превратился из человека, игрока, профессионала в недвижимости. Просто отморозил. Элидж стоял секунд 15, смотрел, но никто не выходил. Понял для себя, что никого нет. Прочек из окна с двери не было. Ну, никак его не могли осуществить. Переключился на другую позицию. Рейн тогда зарешал. Ну, и по итогу 10-5. Вот так у нас заканчивается первая половина первой карты этого гранд-финала. И мы понимаем, что приключение для команд лишь только-только начинается. А что у нас второе? Даст. Да, все-таки есть именно эта карта. Ну, не могу сказать, что станет последней. Весьма высокая вероятность того, что мы еще и оверпасс посмотрим, потому что действительно такая игра заслуживает полноценного БО-3 противостояния. Ну, сложно, видишь, с этим форматом. То есть игроки по ходу турнира, во-первых, играют себе параллельно. Сложно как-то отсмотреть, сориентироваться. И здесь, я не знаю, какой-то тренер-тренина, тренера нужен или аналитик-аналитика, чтобы вот он отдельно следил параллельно, да, статистику какую-то соперников вел, как они себя на какой карте ведут. А с другой стороны, мы и карты не видели, ни миража не даст особо. То есть по большей части турнир игрался на карте оверпасс. Наверное, ну вот если посмотреть статистику, там больше 50%. Матчи как раз-таки на оверпассе было сыграно. Поэтому холодная карта, откровенно, мираж. Фейзы, понятное дело, что держали ее в запасе в пуле, да, на тренировках. Но ликвиды даже не смогли сориентироваться особо за сторону защиты. Это опять же ни о чем не говорящий старт. То есть сейчас уже просто на морально-волевых и понимании того, что у фейзов происходит, ликвиды попытаются вернуться. Ну, а вы в свою очередь смотрите стримы безлимитно где угодно с тарифичем от МТС, дорогие друзья. Пока у нас команда проводит последний Team Talk, действительно, есть смысл при задумации нам, чего ждать от второй половины этой замечательной карты Мираж. В принципе, наверное, вот здесь где-то ликвид, ну не стоит ошибаться с плохой пистолеткой. Знаешь, выглядит мопул, точнее, пикабан на этот финал таким образом, что и та, и другая команда могли закрыть 2-0, не доводя до карты уже наигранной даже на этом турнире. Никто не хотел пикать оверпасс, называется. Те и другие друг друга на нем опасались. Но по-разному, по-разному оверпассы отыгрывали, фейзы и ликвиды. И по большей части вот, ну мы видели с тобой игру только против Клоуд Найн фейзов на оверпассе, там разговаривать не о чем, там просто расстрелялись все, а у Клоуд Найн игра была с опущенными вниз руками. Ну а ликвиды разные оверпассы провели. Пока команды опускали вниз руки, я предлагаю нам с вами, друзья, поднять глаза вверх и наконец-то увидеть то, что начинается второй пистолетный раунд первой карты этого финала. Пожелаем удачи коллективам, действительно она понадобится. И что придумали ликвид? На всех парах любимая стратегия фейзкван. А вы посмотрите, фейзкван-то любят B не только за атаку, а еще и за защиту. Рейн уже заметил всю движуху, но справиться ни с кем не смог. Так, ну зато на 90 за лавочке есть. Ника, да как второй не чекает? Что происходит? Что Ника вешает? О мой бог! Не проверили, поплатили за это, судя по всему, всем раундам. Лишь только Нитра отделяет команду фейзкван от 11-го раунда в свой актив. Ну и Нитра, конечно, погибать не хочет, но вариантов у него не слишком много. Долго, долго, по ходу голубиной почты инфа доходила оппозиция Ника. Первый окей, получил фуллубок. Второй не успел сориентироваться, но третий, третий даже не смотрел. Одиннадцатый для фейзкван. Беда, пистолетка, которая на самом деле... Ну вот, человек бежит и... Ну ладно, третий смотрел, окей. Но Ника супербыстро оформлял хэдшот за хэдшотом. Такое ощущение, что пистолетка, в которой мы вот видели много флешек достаточно окупленных, просто до флешек дело не дошло. Она разорвалась, но позже. Тогда уже Ника сделал большую часть своей кровавой работы. Да и то он-то как раз не ослеп. То есть спиной, конечно, наверное, можно было бы открыться, если бы только вы закрыли оппонента хоть какой-то гранатой. Ну а так только лишь пистолеты без арморов и надежда на тачдаун в этом раунде от команды Liquid. Ну, скорее всего, да, момент проработки экономики. Хотя вот по передвижениям пока Liquid так и не скажешь, что до конца они здесь готовы работать именно на деньги. Ника на тикетбоксе. Четкий первый фраг. Пошло изменение от Liquid. Попытаются они здесь, возможно, кстати, даже коннектор и джангл прорулить. Но с другой стороны есть Рейн, и всему этому делу готов уже воспрепятствовать. Ну, самое важное, что Рейн собрал информацию здесь сейчас по центру. Предупредил о том, что может быть коннектор. И намного внимательнее теперь стали фейс смотреть именно в этом направлении. Хотя бомба мы видим где, она все это время в пелосе вообще стоит. Ну, ищут, ищут подходы Liquid, ищут просто-напросто лазейку просочиться. Какая-то позиция, возможно, по недосмотру будет отпущена или на байт внимание в угоду другой будет отпущена. Ну, а бомба ждет всей этой инфы от тиммейтов. Послонявшись по карте, ликвиды возвращаются к стандартной разыгровке. Трое через яму, бомба через ковры. Ну, и к этому готовы фейсы. Вплотную Адрен смотрит с фарм-машинкой. Есть на хелпе у него за спиной сразу два тиммейта. На гидрайте Ник стоит и смотрит проход на Тетрис. В капкан пока что выпадают ликвиды, и бомба здесь не пахнет. Похоже на миссию невыполнимо действительно здесь сыграть на бомбу. Все позиции пресекаются, и без каких-либо потерь фейс-клан выигрывает этот раунд. Двенадцатый для них. Ну, благо хотя бы девайсный раунд не заставит себя долго ждать. И сейчас возможность вернуться в ликвид. Еще одна появится с калашами, с одним галилом. Ну, и еще нитростью и под вопросом. Это вот верится с трудом. То есть первая скрипка здесь четко видно. Что бывает просто, знаешь, мираж выбирают, и как бы игра ровная. И где-то в концовке все решается микромоментами, клатчами. И как бы все говорят, ну, 50 на 50. Здесь явно виден фаворит, и все идет по диктовку команды фейс-клана. Если какие-то раунды там в первой половине не получали чуть-чуть, то в следующем сразу шло изменение. Попытка ворваться с маки на неадекватной скорости. Ликвид. Как говорится, поговорим с тобой после этого раунда. Здесь пока что у Ликвид все вроде бы неплохо. Со скаута Гвардиан, ну, проштрафанул все-таки одного, но не добил. Сам же Рейн погиб, и теперь уже двукратное преимущество по живым игрокам в распоряжении Ликвид на этот раунд. На ноге, на мобильности, и при этом принимал их фармган в первую очередь. Во второй уже Кольт. Вроде бы и неплохо были готовы фейс к такому раунду, но сделать ничего так и не смогли. Окей, похоже, что вот и он раунд в копилку Ликвид. Ну, такой раунд, опять же. Ты видишь, что они оставили девайс по большей части предыдущего раунда. Да, там выбили ударные эмки, но люди подходят на ретейк со скаутом MP9. Арсенал по гранатам, все это дело есть. Там даже диффузки где-то в планете валяются, но лучше, наверное, здесь засейвить вэлью. Знаешь, я бы просто сказал, ты говоришь, что четко виден фаворит аутсайдер, наверное, в том, что Ликвид на карте Мираж появились, ну, где-то ко второй четверти карты. То есть вначале их не было абсолютно, но последняя череда раундов, где они проигрывали форус, но потом выигрывали 5 в 0, потом 4 в 0 выиграли. Это, в принципе, уже было похоже на конкурентоспособный Мираж, если бы он так начинался, а не заканчивался в первой половине. Ну, я не знаю, я бы на это назвал каким-то свиданием вслепую. По ходу, знаешь, задаются вопросы одной командой, и другой командой даются ответы. То есть фейзы предлагали шифрованный раунд 1, Ликвиды отвечали. Ну, вот такие вот поступательная стратегия пошаговая, в которой, так как заготовочек было по стратегии, и разложили они всю первую половину для себя в атаке уже в голове до, соответственно, этого финала, понимая, да, что будут играть Мираж, а Ликвиды уже по ходу справляются с возникшими проблемами. Ну, посмотрим. Все еще двойной разрыв между командами соблюдается, и действительно, пока фейз переживать рановато. Да вообще, Ликвиды, так что мы говорим? Ликвиды ждали не фейзов-то в финале. То есть ты готовишься к Астралису, еще, возможно, даже до турнира, да, раскладываешь маппул именно этой команды. Ты всю жизнь готовишься к Астралису? Да, да, ты рождаешься и готовишься к Астралису. Просто там играть Инферно с ним какой-то. А здесь у тебя фейзы в финале. И сейчас просто немножечко в таком культурном шоке находятся лошадки. Ну, час времени на подготовку все-таки был Ликвид. Ну, знаешь, это вот называется «Смогут ли на классе?». То есть пока можно говорить, что, ну, по последним, да, результатам событий, в форме Ликвида эта команда чуть более высокого уровня. Ладно, ладно, тут уже самая жесткая борьба началась. Рейн и Ника со стороны защиты пытаются принимать. Тут же Эл офмейстер все это время пляшет за плентом. Его все забрать никак не получается. И только Твист и Стьюит и Кейши могут спасти этот раунд. Ситуация была 2 в 4, но размены оказались очень и очень кстати. Стьюит 9 хп. Твист погибает от рук Адрена. И теперь лишь только Стьюит и Кейши ничего не сможет сделать. Фаб хп была. С пистолетом точка в раунде ставится. Все четко. Несмотря на поставленную бомбу, опять же, ответ у фейз клан здесь был. Вот видишь, как бы фейзы не пытались, то есть даже стартовые, точнее, Ликвида не пытались. Стартовые там удачные действия производятся. С горем пополам прорывается плент. На лу хп ставится в меньшинстве бомба. Но выглядит это все максимально уверенно. Посмотрим, конечно, как это будет на Дасте. Но свою карту безапелляционно пока что проводят фейзы. Ну, это бласт. Здесь каждый играет с каждым. И, соответственно, в тренерском штабе наверняка вот книжечка с Томом по каждому коллективу имеется. Что собирается против нее играть в идеале, пикать, что они попытаются вывести для себя. И даже если это не рассчитывалось как БЛ-3, и Мираж выпал из уравнения, где-то за скобки ушел. Следующие карты, как оптимальная для Ликвид и нейтральная для их и фейз, должна быть уже разобрана намного серьезнее. Ну, здесь, кстати, вряд ли соперники друг к другу готовились. То есть, во-первых, Ликвидов не было на старт серии. И как-то вот они подвыпали на несколько недель там в тренировках. И фейзы-то, скорее всего, сами себя, что называется, готовили. То есть, вообще непонятно. Одни не ожидали других встретить в финале, другие не ожидали в этот финал попасть. Короче, кота в мешке мы смотрим в этом финале. Но пока что фейзы, конечно, смотрится классно на Мираже. Уже потеряли Ликвиды в раунде под номером 20 игрока. И попытка перестроиться здесь под раскидку. Интересно даже, что это будет. Ну, Стюй уже телепортацию произвел на карте. Оказался в окне. Все это время контролит возможную перетяжку от защиты. Ну, кстати, такая перетяжка массированная. Будет там три игрока. Если все пойдут через КТ-коннектор, то у Стюй будет много работы. На простайминге. Ой-ой-ой-ой-ой. Олаф мистер. Так, ну Стюй. Ну, там уже все, там дым. Там пропустил он одного через КТ. Тут, конечно, не в этом вопрос, потому что просто его тиммейты, точнее, ну, не заходят. Олаф гробовщик. Он просто вышел и двоих уничтожил. При этом еще и сразу провел кремацию. Там заодно, за счет Молотова. Как это? Замел следы. Где-то так. На месте преступления. 14-6, друзья. И в двух раундах от того, чтобы выиграть собственный пик, находится Фейс Клан. Ну, вот они, повторы. Адрен справляется с Ямой. И вот он Олаф, который выходит просто сразу. С уверенностью, что и первый, и второй игрок пойдет от его руки. Гардиан на краешке смока очень аккуратно. То есть был у него и план отступления, если даже промахнется. Чем недоволен Ян? Мне очень нравится, на самом деле. Мне наоборот, мне очень нравится настрой Янка здесь. Это знаешь... Как настрой Адрена? Ну, вот то, что вот Адрена мне не нравится. А Янка, это вот в нем вот так и читается. Так, пацаны, не расслабляться. Дожать, передохнуть и готовиться к следующей карте. Здесь нужно все закончить четко, красиво, без лишней метушни. И это тогда будет действительно достойная карта от нас. Если пойдет камоч, то это не нужно ни нам, ни им в какой-то степени. Нужны силы на все, БЛ-3. Окей, смотрим. Так выглядит, что, скорее всего, 15-й должен достаться практически без боя. Фейс Клан, но жесткий план. Раскидка на базу А. Выход троем через подвал от Team Liquid. О, такой раунд мы видели, но в исполнении Ликвида. Раскидка, конечно, интересная, но все игроки фейс играют через внутреннюю сторону. Так что пока их это никак не задевает. Нет, просто мы видели в плане расстановки от защиты Ликвида. Также там на сэндвиче Элитч был, на этот раз Ника. Такой треугольник смерти выстраивается на точке А. Абсолютно уверен в себе. Прекрасно понимает, что там за бай, поэтому особо здесь не стесняясь. Баснит все это дело уничтожает. Ну и убирают последнего нитро, выходящего с деглом из ямы. 15-6 маппоинт для фейсов. Пока даже конкурентоспособным счетом не пахнет. Последний шанс для Ликвидов вернуться в эту игру. Благо уже по формату в финале можно дополнительные раунды сыграть. Но до этого момента очень долго терпеть. До допов действительно жить еще очень долго предстоит Ликвид. Повтор о том, как Ника, ну все просто пытались его убить, а Николай Ковач еще и развернуться успел. Браво, красиво, но мы ждем интриги в первую очередь в рамках этого финала. Ликвид пока на мираже себя показать таки не смогли в первую очередь за атаку. Ну и последняя попытка у них на это останется. Так, Ника пропушил подвал. Ну пытается, пытается инициативничать. Фейсклан. Кстати, интересно, что опять же до контакта с минимальной раскидкой Ликвиды форсируют уже яму. Ну так вот, замерли в растерянности. Так, Рейн не смог додавить. Адрен это потеряли. Адрен вообще сейчас бомбардиром является в своей команде. Ждут спину, ждут яму как раз таки. Вот нам показывает Ника. Без его команды никто выходить на перестрелку не будет. Все в ожидании. Гардиану уходится. Ника видит спину под номером раз. Затылок под номером два. Минус бомба. И походу легчайшая. Ника так и кричит нам, что это ГГ на первой карте. Дорогие друзья, 16-6. Есть и команда Фейса сбирает в копилку свою карту. Это Мираж. Очень достойная игра с их стороны. Давненько не играли, но показали очень высокий уровень. И действительно прокинули Ликвид на первой карте. Но дальше нас ожидает ДАЗ-2. И там все может измениться ровно зеркальным образом. Ну а знаешь, вот понравилась карта Мираж в плане тактических решений. Я так понимаю, походу наконец-таки дают всходы и плоды те действия Янка как тренера в составе Фейс. Но как бы с одним «но». Всегда тактическая составляющая раскрывается только тогда, точнее, когда игроки, во-первых, доверяют тренеру, во-вторых, у них пик формы. Ну не пик формы, вот именно они готовы стрелять и выполнять этот тактический план. И Янка видно было, что на подъеме он готов был колить эти паузы, готов был менять. И походу, кстати, это помогало. То есть на ход Ликвидов у Фейс было два хода наперед, и как бы на шаг впереди эта карта выиграна и была. Ну вот оно начало дня. Мы обсуждаем, кто в финале играет с Астралис, будет это Ликвид или Нави. Вот он, конец дня. И команда Фейс забирает первую карту на финале и готовится, возможно, вообще сделать это все на двух картах. Это вопрос, конечно, открытый. Что-то подсказывает о том, что Ликвид так просто этот финал не отступает и не упустит. И попытается показать достойный даст. Но это вопрос только к ним, наверное. Тут спорный момент. Сложная просто ситуация по сопернику получилась. Нам постоянно показывали линейку Ликвид и постоянно крупным планом брали тренера. Хоть раз мы видели, чтобы его губы шевелились, но мы вот не заметили. То есть, в принципе, то ли нечего было сказать, то ли все было до карты сказано. И просто тот план на игру, который пытался он реализовать для своих подопечных, он просто не был выполнен. Непонятно на самом деле. Возможно, об этом подробнее поговорит наш студий аналитики. Какие-то мысли будут, но пока это холодный душ для Ликвид. И как бы их букмекеры не ставили фаворитами, пока они таковыми по игре не выглядели. Ну, первую пощечину Ликвид уже получили. Действительно, вторая может уже оказаться летальной. И перед тем, как я понимаю, мы все-таки сможем передать слово нашей студии аналитики. Хочется вам напомнить, друзья, о том, что на сайте GGBet вы можете ввести замечательный промокод FIVE, по которому вы получите стопроцентный бонус. И этот бонус вы могли использовать вчера, сегодня. Он многоразовый. Время этого турнира. Ну и слово аналитики. Дима, спасибо тебе большое, что позвал эту эпичную рекламу. Да, обнимемся. Со мной полетись, сука. Тарифище стал круче. Раздавай безлимитный интернет. Вернем полцени.